А какой твой? Слушайте Фауста 21 века. Приготовьтесь, будет интересно. Начнем мы с трех наиболее важных книг о Андрея Чикатило. Кривич и Ольгин, два журналиста. И одновременно с этим писатели жанра фантастики. Для них написать книгу о Чикатило было неким вызовом и соревновательным экспериментом. Книга была опубликована в 1992 году. И до сих пор является одной из самых больших книг, посвященной делу Чикатило. 352 страницы. Однако стоит отметить, эта книга имеет очень много художественного вымысла и личного мнения авторов. Книга опускает некоторые важные детали, но преуспевает в других моментах. Но все же ощущается, что книга была написана в спешке. Факты слегка перемешаны и лежат рядом с художественными фрагментами. Однако нельзя не отметить, что эта книга внесла в свое время ясность по поводу того, что вообще происходило в те годы, как шло следствие и кем был Чикатило. Именно на этой книге Чикатило оставил свой последний автограф. Также важно отметить, что эта книга была переведена и распространена по всему миру. Автор книги был корреспондентом газеты «Известия». Книга была написана в 1999 году. Бут вместе с авторами товарища Чикатило был на судебных заседаниях, видел материалы дела и общался со следователями. Книга уступает соратнику в размере всего 189 страниц. Но она более системно рассматривает историю и уходит в детали. Где книга Кривича и Ольгина уходит в художку. Например, в этой книге нам дадут ответ, причастен ли Чикатило к написанию зловещей открытки с подписью «Черный кот». Как Амурхан Яндиев реагировал на то, что Костоев перетягивает на себя одеяло и пытается забрать себе все лавры за поимку Чикатило. Кто на самом деле ездил к Сливко? И на какие ужасные меры шла милиция для того, чтобы побыстрее закрыть это дело? Это и многое другое вы сможете найти именно в этой книге. Вдобавок, она имеет очень много редких фотографий, в том числе и из Мурга. Физическое издание крайне сложно найти в данный момент. Есть такая вероятность, что последний физический экземпляр был куплен нашим каналом и теперь хранится в библиотеке нашего канала. Однако в интернете недавно была загружена электронная версия. Так что вы сможете с ней ознакомиться. Книга вышла гораздо раньше, чем «Товарищи Катило» и «Маньяк». В 1993 году от издательства «Приазовский край» и состоит из 84 страниц. Это очень интересный экземпляр. Книга содержит в себе прямые копии документов из дела Чикатило, цитаты из газет, а также комментарии следователей. Когда читаешь страницу за страницей, меньше всего чувствуешь художественную редактуру. Создается впечатление, будто ты и вправду сидишь за копиями документов и вникаешь в историю. Имеются интересные подробности тут и там, особенно по шахтам и делу 1978 года. Данную книгу, как и все вышеперечисленные, мы будем использовать для будущего ремастеринга ролика Чикатило. Однако данную книгу сложно найти. Предположительно, последняя проданная копия лежит в библиотеке нашего канала. Электронной версии нет. Но мы думаем о том, чтобы начать продажу цифровых версий редких книг, которые у нас есть. А деньги с покупки сканов пойдут на покупку новых редких экземпляров. Подписывайтесь на группу ВКонтакте Колыбель Ужаса, чтобы не пропустить начало продаж сканов редких книг из нашей коллекции. Наверное, это классический и один из немногих отечественных альманахов о серийных преступниках. Первое издание этой книги увидело свет в 1997 году от издательства «Надежда». Состояло из 279 страниц. В новом издании 320 страниц. Автор книги «Журналист и криминалист» ему удалось составить действительно уникальный сборник из отпетых мерзавцев нашей страны. Чикатило, Головкин, Сливко и многие менее известные, такие как Китаев, Лифтер и Ассортинян. По некоторым из этих преступников информация появилась впервые именно благодаря данной книге. Но в новом издании были, к сожалению, урезаны и утеряны некоторые фотографии. Но с другой стороны были добавлены новые материалы, которые рассказывают более подробные детали и новые истории. Например, о жестоком психопате-педофиле Ирташеве или людоеде Суклитине и некоторых других. Эта книга для ознакомления обязательно. Единственным минусом может стать несколько поверхностный взгляд на некоторые из более масштабных дел. Но, увы, в таком сборнике невозможно рассказать каждую историю подробно, ибо для этого пришлось бы сделать книгу на 500-600 страниц. Но, на удивление, такая книга существует. И что приятно, такая книга на данное время находится в продаже, и вы спокойно ее можете купить. Поспешите. Данная книга является частью серии «Обожженная зоной» и имеет 404 страницы. Как и предыдущая книга, это сборник. Однако здесь, помимо того же Реховского и Головкина, присутствуют и менее известные преступники. Такие как Кулик, Комаров и Евгений Нагорный. Включает в себя много редких фотографий и интересных глав о делах, у которых вы больше нигде не прочитаете. Например, в заполненной водой яме было найдено тело несовершеннолетней девочки, кто лишил ее жизни. Или молодую девушку и ее дочь нашли запертыми в квартире с признаками механической асфиксии. Какой был мотив преступления? И многое другое. Все ответы в этой книге. Она хоть и редкая, но одна из последних копий содержится в нашей библиотеке. Данную книгу, как и остальные подобные, мы в скором времени оцифруем, и вы сможете с ней ознакомиться. Данная книга, наверное, является, пожалуй, самой спорной в нашем списке. Является историей жизни и преступления Сергея Головкина, он же Фишер. Она является частью серии «Криминальная Россия». Дата публикации – 1997 год. Почему же она спорная? Вначале имеется подозрительная подпись – «Повесть». Однако информация из этой книги была использована и знаменитым у нас в стране сайтом Serial Killers. С некоторыми обрезанными откровенно художественными фрагментами. Хотя, что уж там, даже мы попались. Но у нас есть оправдание – другой сольной книги о жизни Сергея Головкина не существует. Тех отрывков из книги Модестова и Тарасова явно не хватит для полноценного описания истории Головкина. Тем не менее, несмотря на обильное количество художественных фрагментов, книга очень качественно написана. И ее интересно читать. Описание преступления Сергея заставляет кожу покрываться мурашками. А эпилог данной книги – это очень хорошее послание, которое мы опубликовали в нашем паблике «Колыбель ужаса». Несмотря на то, что документальность книги под вопросом, я могу посоветовать ее для прочтения. Книга есть в электронном виде, и ее спокойно можно почитать онлайн. Определенно это лучшие из трех книг Дубягина. Разделенные по категориям истории о известных и безызвестных преступниках. С более 40 редкими фотографиями. Фотографии шокируют. Вам такого не найти нигде. Помимо известного всем Иониссяна и Михасевича, в книге рассказаны и другие интересные истории. Например, глава «Человек, Человеку-волк». В ней рассказывается о насильнике и убийце Старкевича. Одно только описание места преступления заставляет испытать первородный ужас. Помимо леденящих кровь историй, Дубягин рассказывает и о сложности распространения и уведомления общества о серийных преступниках. И в целом вся книга состоит из официальных материалов, вырезок из документов и комментариев самого Дубягина. Это одна из самых качественных и интересных работ в жанре. Это сборник историй о хладнокровных убийцах на сексуальной почве. Пропавших детях, найденных телах, личности, которые были установлены революционными методами для своего времени. В книге, хоть и в краткой форме, но и интересно рассказываются истории таких преступников, как Тагбулатов, Джумангалиев, Гусаков и многие другие. В книге вы узнаете историю о пропавшей девочке с неожиданным концом. Также узнаете жуткую историю о двух телах детей, найденных в выгребной яме. Как они там оказались? Или раскроется ли загадочная гибель мужчины в сгоревшем доме? Одна история интереснее другой. Как и в предыдущей книге, в этой книге содержится очень много редких и уникальных фотографий. Это короткий альманах жутких историй. Каннибалы, разбирающие жертв на части и употребляющие их пищу. Убийство детей детьми, тела на столах вскрытия. Но, пожалуй, страшнее всего из вышеперечисленного, фото мальчика, их еще можно спасти. И жуть нагоняет тот факт, что мы не знаем, чем закончилась эта история. Нашли ли их живыми или уже нет? Лежат ли они где-то сейчас в земле или мирно спят дома? Этого, увы, мы с вами никогда не узнаем. Три этих книги, как вы поняли, чрезвычайно редкие. И найти их сейчас очень сложно. Но они есть у нас в библиотеке. Вы сами знаете, где в скором будущем вы сможете их найти. Шехтер является одним из самых известных зарубежных авторов Трукрайма. Он начал свои публикации еще в 80-х и покорил читателей глубокой аналитикой и документальностью своих книг. Самая известная его работа включает в себя историю каннибала Альберта Фиша или мясника из Плейнфельда Эда Гейна, а также малолетнего чертенка Джесси Помероя и многих-многих других. В этой книге он по той малой части истории, что имеется, сумел собрать всю информацию о Белль Ганнес. Сама книга состоит из трех частей. Жизнь до преступлений, во время и суд над тем, кто, предположительно, ликвидировал Белль. Вместе с теорией о том, куда же она могла пропасть. Читать эту книгу легко и интересно. Агент ФБР Джон Дуглас и его соавтор-журналист Марк Олшейкер собрали один из самых попсовых и нашумевших сборников в жанре Трукрайма. Это хроника 25-летней карьеры Джона Дугласа в отделе расследований ФБР, где он совместно со своими коллегами создавал основы профайлинга, чтобы проникать в головы самых изощренных серийных преступников и ловить их. Именно на основании этой книги был создан сериал Финчера для Netflix. В поле зрения работы Дугласа попадали самые отъявленные душегубы того времени. Пекарь Роберт Хансен, Уэйн Уильямс, душегуб детей из Атланты, Эд Кемпер и, конечно же, Гири Риджуэй, неуловимый душегуб с Грин Ривер. Это дело чуть не стоило жизни Дугласу. Дуглас изучал каждое место преступлений, мысленно переживал действия преступников и жертв, создавая их портреты. Описывая их привычки, предсказывая их дальнейшие действия. Книга стала культовой и не просто так. Добавить тут нечего. Сто процентная рекомендация. Буглиозия. Далеко не последний человек в деле Мэнсона. Это можно увидеть и по четко выверенной структуре книги. Все по полочкам и по местам. Ведь он представлял обвинение на судебном процессе. Кстати, на данный момент она продается в наших магазинах под названием «История голливудской резни». Единственный минус этой книги – это отсутствие тонны фотографий, которые имеются в английском экземпляре. Это, если честно, обидно. Но, несмотря на это, данная работа пронесет вас по каждой временной точке, месту, познакомит с каждым свидетелем этих событий. И вы сможете составить свое мнение об этом деле. Чувствуется, как в этой книге каждый факт усердно подбирался. Все факты и транскрипты из допросов. Без преувеличения, это лучшая книга о деле семьи Мэнсона. Не хочу больше ничего спойлерить. Если вам интересна эта история, то покупайте обязательно. Данная книга в какой-то степени экспериментальная. И это определенно не та книга, которую стоит воспринимать как достоверный источник информации. Скорее, забавная вещь, чтобы почитать вечером и посмеяться. Вообще, вся эта книга это претечь всего жуткого будущего, которая нас ждет. То есть, публикации книг по подкастам. Авторами данной книги являются Бен Кисел, Генри Забровски и Паркс Маркус. Они известны по своему еженедельному подкасту под названием «Последний подкаст слева». Данная книга это такая мешанина из всех их подкастов. Об НЛО, о загадочных преступлениях, серийных преступников и просто каких-то мистических событий. Как я уже говорил, книга это потенциально несерьезная. И оценивать достоверность фактов в этой книге нет никакого смысла, потому что это просто треп. Так как она сделана чисто для веселья. Если вас не отторгает подобный юмор, вы вполне можете скоротать за этой книгой вечерок-другой. На этом пока все. Если вам понравится такой жанр роликов, где мы разбираем книги, то, разумеется, мы продолжим и вторую часть, и третью, и пятую, и шестую, и тридцать шестую. Потому что есть огромное количество книг, о которых стоит рассказать. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте «Колыбель ужаса». Там в скором будущем появятся электронные версии книг. Ну и вообще, рассказывайте в комментариях о своей личной библиотеке ужаса. Вы слышали Фауста 21 века. Спасибо, что дослушали до конца. И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется. КОНЕЦ КОНЕЦ